Процедурно. Сейчас заложено в областном законе три формы выявления мнения населения в том случае, когда будет по конкретному городу внесён законопроект. Вот вносится по конкретному городу законопроект, по Екатерингуру, допустим, тут же губернатор или ЗАГС собрания, правительство области, тут неважно, это ведь только лишь формальность, выступает с инициативой, допустим, о проведении публичных консультаций или социологических исследований. Тут же в интернете выкладывается какой-нибудь соцопрос, условно, с вопросом, а вы знаете ли вы своего депутата? Людям многие скажут нет, и на основании этого, раз люди не знают, надо, чтобы депутат был ближе, чтобы народ его знал, всё это будет основание проведения, реформирования, проведения и дробления Екатеринбурга. Дальше всё, это всё месяц-полтора может занять, дальше полгода в течение шести месяцев должны быть проведены выборы в новые органы, вот и всё. Понятно. Ну, будем надеяться, что прислушаются областные власти, муниципальные будут по-прежнему прислушиваться к мнению городов. В первую очередь, всё-таки население скажет, что надо сохранить единый город, потому что вот мы вроде как смело утверждаем, что население так скажет, но вдруг, вот понимаете, а вдруг потом я скажу, ничего себе, я-то был не прав, население-то оказывается за то, чтобы дробить город, за то, чтобы каждый район был своим мини-городком. Я надеюсь, что будет не так.